Так, я поставила воду на суп, буду варить суп с вермишелью, дети захотели. А тут воду поставила греться для того, чтобы посуду помыть. Почистила картошку с морковкой, сейчас помою, нарежу и буду уже в суп бросать. Так, дорогие мои, сварила я уже супик, вот такой вот со спагеттями, с курочкой. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Нашинковала я капусту, это буду сейчас тушить ее. Так, здесь у меня в кастрюле жарится морковка с лучком. Да, многие писали, Настя, да как же это так, ты в кастрюле сжаришь, я же зажарку делаю. Ну и что, ребят, у меня бабушка частенько так делала в деревне, и я так делаю. Дорогие мои, потушила капусту и уже почти все съели у меня детки ее. Невероятно, вот что, значит, долго не тушила капусту и на ура прям съели. Пишите, что вы готовили сегодня. Всем снова здравствуйте. У нас сегодня солнышко, хотя с утра опять был мороз, и опять у меня дети остались дома. Да, этот вопрос прям всех. Как так? Она детей дома оставляет, да это что такое? Да, ребят, представляете, оставляю дома. И ничего в этом не вижу. На улице мороз, поэтому мои дети не ходят в школу. Я хочу попить чай. Чай, чай, чай попить. Достала дрожжи, хочу поставить тесто. Пока еще не знаю на что. Сейчас посмотрим, что. Что-то надо постряпать. Или хлеб. Хлеба тоже потому что нету, да, хлеб заканчивается на хлеб постряпать. А я хочу попить чай. Я запарила свой любимый фруктовый чай. Но не я запарила, муж запарил. И хочу его попить. Тимуш с утра уже сварил кашу. А я потом днем буду варить суп и еще что-нибудь. Хотя тут есть еще что есть. Но надо будет все равно что-то сварить свеженькое. Так, я хочу попить чай. А чтобы не попить чай, мне надо его разлить. Сегодня у нас уже 20 число. И я хочу заняться рассадой. Ай-яй-яй. Как горячо. Горячо, караул. Сейчас попьем чай и будем чем-то заниматься. А ты в магазин пойдешь? Не знаю. А у тебя деньги есть? У тебя деньги есть. У меня есть. Молока возьмешь, я тогда тесто на булочки поставлю. Я или хлеб покупаю с чаем, либо... А, ну понятно, ну ладно. Ты да, хлеб бери, а я так... Так что вот такие вот дела. Ладно. Идем пьем чай и занимаемся чем-нибудь. Дорогие друзья, поставила я тесто. Жду, сейчас подойдет и будем стряпать булочки. Дети просят с кокосом. Ну и, наверное, немножко сделаю сахарной пудрой. Ну или сахарозаменителем вместо сахара, потому что сахар заканчивается. Так что ждем, поднимется и будем стряпать. Так, я начинаю стряпать булочки. Первая партия у меня будет с конфетами. Ребята, хочу объяснить вот про этот коврик. Многие пишут, господи, выкинь ты этот коврик. Этот коврик хорошо, я его даже маслом не смачу. Но вот сегодня смачу, я что-то не знаю. Что-то забылось, что этот коврик силиконовый. Он темнеет от того, что постоянно им пекешь. Я чистила, каким только средством не пробовала, но без сокуса. Поэтому вот такой вот. Он темнеет от выпечки. Так что, ну он для выпечки. Я уже показывала насчет этого коврика, инструкцию. То, что он для выпечки специально. Ну вот он темный. А постоянно каждый раз покупать новое, знаете, как-то не очень хочется. Поэтому вот такой вот у меня коврик. Ну он чистый, он все чистенький. Я постоянно вычищаю. Все как бы это. Первая, короче, партия конфет у меня с булочек. Вот, булочек с конфетами. Во, все. Заговорилась, короче говоря, уже я с вами. Сейчас немножко поднимутся. Яйцом смажу и в духовку отправлю. Так, наделала заготовок. И также сделала, дети просят, с кокосовой стружкой. Булочки им очень нравятся. С кокосовой стружкой. Я взяла сюда, добавила две ложки сахара в столах и три ложки молока, чтобы оно размягчилось немножко. И все перемешала. И все. И кокосовая стружка, штрейк готова. Первая партия с конфетами. Вторая просто сахарная. Третья будет с кокосовой стружкой. Но тут теста еще у меня много. Тут у меня взбитое яйцо. Здесь у меня сливочная масса. Надо, кстати, кисточку купить. А то мне дети постригли кисточки такие вот. И одна кисточка на все. Приходится каждый раз ее мыть, чтобы что-то сделать. Ладно, стряпаем дальше. Так, дорогие друзья, моя первая партия с конфетками уже постряпались. Я сказала, ну бери, бери, бери. Уже самая первая с конфетками там внутри. Конфетки, видите, даже вытекла оранжевая конфетка. Тут такие вот. Всем, кто кушает, всем приятная пикита. Пойду я деткам булочки давать. Так, испеклась вторая партия. Это с сахаром. Вот здесь вот я уже наделала с кокосом. Видите, торчит кокос. Потом, когда он выпекается, они такие булочки колючие получают. Сейчас наделаю еще заготовок. Уже поставила третью партию булочек выпекаться. Всех приглашаем к нам на чай. А у нас сегодня вкусные булочки. Есть с кокосом, а есть просто с сахаром. Напишите, что у вас сегодня вкусного приготовлено. Все, испекла последнюю партию булочек. Дети наелись, и еще целый тазик сверху осталось булочек. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Вот такой вот сегодня у меня был мини-влог. Завтра будет уже немножко другое. Ну, надеюсь, вам понравится. Ну, у меня пару идей тут есть, что заснять. Поэтому, если вам интересно, то оставайтесь с нами. Всем желаю крепкого здоровья. Всем желаю всего самого хорошего. Ну, и всем говорю, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok